Всем добрый день! Сегодня я хочу снять видео, посвященное обмотке вот таких каркасных лапок. У меня эта совушка уже готова. Я делаю вторую и чуть-чуть изменю принцип работы. Но все на видео вам расскажу. Знаю, что многие боятся обматывать. На самом деле нужен просто небольшой навык. И, надеюсь, видео будет полезным. У меня уже обмотана одна лапочка для новой птицы. Сейчас мы резкость восстановим. Вот так она выглядит. Она уже готова. Ее осталось только подрезать до нужной длины, обрезать лишние ниточки и вклеить в тело птицы. И у меня есть заготовочка для второй лапки. Я показывала раньше, как такую заготовочку делать. Она обязательно гнется от одного моточка проволоки цельным куском. Вот вы видите. Нигде нет никаких других мест соединений. Так лапка, если она согнута одним кусочком, а не собраны пальчики по отдельности, получается максимально прочной. Ей можно каким-то образом сгибать пальчики, не боясь, что она развалится. Или как-то будут двигаться пальчики относительно друг друга. Будут, не будут устойчивы. Начинаем мы сгибать вот отсюда. Обычно я дальше делаю загиб. Иду на задний пальчик. И потом вот эти пальчики выгибаю. Конец проволоки направляю вверх. И здесь такую неплотную скруточку делаю. Неплотную, потому что чем плотнее вы скрутите, тем больше здесь понадобится слой обмотки, чтобы закрыть скрутку. Чтобы смотрелась обмотка ровненьким слоем. Поэтому либо не скручиваю совсем, либо вот так вот слабенько. Для обмотки я буду использовать вот такую вот пряжу. Это просто хлопок. Обычно пряжа подбирается для обмотки таким образом, чтобы вам подходила толщина. Вот под размер лапки вот эта толщина будет очень хорошо. Если лапка более крупная, да даже если и более мелкая, то можно использовать, кроме гладкой хлопковой пряжи, можно использовать пряжу с ворсинками. И это даже в какой-то степени лучше и позволит вам, особенно если еще навыка обмотки у вас нету, замаскировать неровность уложенных виточков. То есть ворсинки в итоге не торчат, а приклеиваются. Если где-то остаются торчащие, вы можете их срезать. И получится, что выглядеть будет в итоге ваша лапка аккуратнее. Поэтому пряжи с ворсом с небольшими ворсиночками не бойтесь. Какой пряжей можно обматывать? Все зависит от размера. Вплоть до того, что для очень маленьких мышиных лапок я использую просто катушечную нить. Это может быть вот хлопок. Здесь более толстенькая, чем ирис ниточка. Часто использую именно ирис. Это может быть шерстяная нить. Это может быть даже какой-то вот прочный махерчик. Это может быть, да все что угодно это может быть. Потому что все это на клею дает в итоге потом такой вот однородный достаточно слой обмотки. А если мы используем гладкую пряжу, то виточки видны. Они имитируют фактуру лапки. Это тоже хорошо. Как обычно я работаю? Вообще можно обматывать лапку несколькими способами. Чем отличаются эти способы? Ну вот в данном случае каркасик у меня заготовлен таким образом, что кончики пальцев вот здесь широкие. Можно изначально, когда вы сделали вот такой каркас, заузить эти пальчики. То есть вот так инструментом хорошенечко сплющить. Сейчас я этого делать не буду. Это парная лапка к первой, поэтому оставляю так. Но сплющить просто вот в одну свести линию и обматывать до самого конца пряжей. Тогда у вас не будет необходимости как-то дополнительно маскировать кончик проволоки, который может оставаться видимым. То есть вот здесь вот домотать до конца, чтобы виточки не соскочили, может быть сложным. Если вы сплющиваете, то тогда вы доматываете до самого конца. Ну, для такого варианта, про который я сейчас вам говорю, есть смысл. Я даже настаиваю на том, что использовать нужно будет еще один вид клея. Для помотки я буду использовать вот такой клей. Это может быть любой клей на основе полиуретана. Самый известный, наверное, клей-момент. Почему я в последнее время полюбила вот этот клей? Очень удобный, тоненький носик у него. И на крышечке есть штырек, который вот таким образом входит в этот тонкий носик и очень здорово предотвращает засыхание вот этого клея. Если вы плотно закрыли, вот наличие штыречка дает такую большую надежность. То есть у вас клей может дольше храниться, если вы редко им работаете, чем тот же, например, момент. По схватываемости мне он очень нравится. Он сопоставим абсолютно с моментом, может даже получше будет. Поэтому вот такой вот объемчик я себе взяла. Есть еще в запасе 100 мл. И с удовольствием им работаю. В частности, вот для обмотки я с удовольствием его использую. Для некоторых вариантов обмотки и на всякий случай, хорошо, если вы будете иметь в запасе еще такой какой-нибудь момент, моментально-секундный клей в виде геля, либо в виде, ну вот у меня в виде геля здесь, или в виде просто жидкой субстанции. То есть обычно идет в маленьких тюбиках. Иногда бывает три маленьких тюбика в упаковочке. Большие тюбики тоже бывают, такие прямо флакончики. Но флакончики брать не советую. Его надо очень быстро использовать, иначе флакончик моментально засыхает. Поэтому, в общем-то, оправдано использование производителем таких вот небольших форм для упаковки. Вплоть до того, что даже вот эта упаковка у меня часто уходит не полностью. Клей засыхает раньше, чем я успеваю его использовать целиком. А все, что я покупала во флакончиках, в итоге пришлось выбросить. Поэтому вот даже более такой размер по одному буквально миллилитру может быть то, что нам надо. Зачем он используется, я вам расскажу. В этом видео показывать не буду, но расскажу. Итак, работать буду вот этой пряжей, вот этим клеем. И вот моя заготовочка, которая у меня уже собрана, с которой мы и посмотрим, как это все происходит. Руки у меня уже вот в клею, но, опять же, достоинство клея на основе полиуретана в том, что потом вот это я смогу довольно легко очистить. А в клей пальцы попадают при обмотке. Если вы делаете обмоточку плотную, тут практически неизбежно пальцы туда попадут. Поэтому прошу прощения, это уже результат работы с вот этой лапкой. Будем продолжать. Итак, как я начинаю обмотку? Берем клей. Наносим его на участок лапки. Примерно такой, какой длины у вас лапка будет впоследствии. Обычно я делаю с небольшим запасом, чтобы верхняя часть вот этого участка вклеивалась в тело птицы. Можно добавить будет клей потом. То есть мы здесь будем делать обмотку не в один слой. Клей сразу закрываю на всякий случай, потому что он довольно быстро схватывается и застывает. Беру в свою пряжу ниточку. Какой-то небольшой хвостик, который можно зажать в руке. Вот таким вот образом. Крепко зажимаю пальцами. Потом мы лишнее обрежем. Крепко держу пальцами левой руки саму деталь, которую хочу обмотать. Нить натягиваю. Хвостик там у меня в руке крепко держится пальцами. И начинаю обматывать. Мне удобнее мотать от себя. Стараюсь укладывать веточки плотно. Но если у меня где-то соскочит, веточек ляжет неплотно, ничего страшного не случится, потому что этот слой обмотки у нас первый. Вот так получается. Дохожу до места, где соединяются пальчики и продолжаю мотать. То есть сейчас хвостик можно уже отпустить. И придерживаю я его теперь только для того, чтобы он мне не мешался в работе. Все. Уже приклеилась наша ниточка. Уже натяжение тут мы создали, придерживая хвостик. Дальше держим деталь в руках крепко. И продолжаем мотать. Наносим снова клей на пальчик. На все сразу не надо наносить. По очереди работаем участками, чтобы не выпачкаться в клей. Наносим клей. Сразу закрываю тюбик. И продолжаю обмотку. Теперь мотаю. Вот я обычно иду, начиная с заднего пальчика. Это не принципиально. Можно начинать и с передних. Ну, я так привыкла. Я так сгибаю лапку. То есть сверху иду и сразу делаю задний пальчик. И также делаю обмотку. Это просто привычка. И стараюсь домотать пряжи максимально до конца. Видите, за счет того, что форма у нас здесь изогнутая. У нас на конце ниточка пытается соскочить. Как этот вопрос можно решить? Вот здесь я приостанавливаюсь. Придерживаю нитку в натяжении. И немножечко жду, пока клей прихватится. Далее мы можем доработать немножко вот этот хвостик. Закрыть проволоку полностью. И ниточка прихватилась. Я иду в обратном направлении. Сейчас я остановлюсь. Расскажу про другие варианты сразу же. Доматываю опять до места соединения пальчиков. Пальчиками своими можно прижать немножко обмотку. Даже на конце немножко ее сдвинуть, пока она еще не прихватилась намертво. И вот в данном случае пальчик у меня получился почти закрыт. То есть металла почти не видно. И в принципе в работе даже можно так оставить. Но можно еще потом доработать. Доработка будет идти вот в этом варианте. Потом просто иголочкой мы вот эту пряжу несколькими стежками вот так вот через край замаскируем. Вот этот кончик пальца мы замаскируем. И сюда вот между виточков тонкой иголочкой, ну максимально тонкой, которая допускает вот эта вот пряжа, да. То есть чтобы в иголочку, в ушко входила эта пряжа. Мы туда ее иголочкой внутрь и уведем. И у нас будет вот этот кончик абсолютно полностью закрыт, красивенько замаскирован. Можно поступать по-другому. Можно начинать всю процедуру с того, что сначала наносится клей только вот на это место. При помощи иголочки вы ниткой несколькими витками его маскируете. А потом делаете обмотку лапки полностью. И когда вы делаете обмотку, вы доходите до кончика, а он у вас уже красиво закрыт. Этот вариант меньше я люблю, потому что когда иглой вот мы проводим это все, а здесь у нас уже клей нанесен. Иголочка тоже пачкается в клей. И как бы имеет он право на жизнь, конечно, но мне он нравится меньше. То есть вот таким образом, как я поступаю сейчас, это мой способ, наверное, любимый. И сразу расскажу про вариант, который еще может быть. Здесь я использую каркасик с широким пальчиком на конце. А можно пальчик при помощи инструмента сузить до одной линии. То есть здесь вот у нас идет дуга такая. А можно его просто сплющить полностью. И если вы его полностью сплющиваете, он идет тоненький, то вы доматываете до конца. Там виточки так сильно соскакивать не пытаются. И на конце, находясь вот буквально домотав до конца, находясь в этом месте, вы берете вот тот самый клей, секундный, который хватает прямо очень быстро, наносите его на самый-самый кончик, на виточки, даете им пропитаться. И таким образом пряжа очень хорошо фиксируется на кончике пальца. Можно домотать, прям полностью проволочку спрятать. И продолжаете свою работу. То есть дальше опять возвращаетесь к вот этому клею. Вот этот у вас будет только на самых кончиках, для того, чтобы быстро зафиксировать виточек. Ну а мы продолжаем. Последовательно я наношу клей по одному пальчику. Наношу на второй. Здесь даже можно не особо бояться того, что у вас чуть-чуть где-то будут излишки, потому что клей прозрачный, он не оставляет каких-то наплывов, он просто скатывается. То есть после высыхания можно покатать его между пальцами и излишки убрать. Из пальцев собственных они убираются, из птичьих лапок. Вот даже если где-то поверх попал клей, сверху пряжи, тоже можно будет убрать. Вот насколько мне позволяет форма пальчика, я мотаю. Вот уже соскакивают витки. Значит, я делаю два витка. Два. И притормаживаю, даю клею прихватиться. Теперь возвращаюсь. Для того, чтобы зафиксировать получше, последний вот этот вот виточек, вернее, первый в обратном направлении, я положу под небольшим уголочком. Вот так. То есть туда направляю. К левой руке уже ниточку. И мотаю в обратном направлении. Вот этот слой обратный на каждом пальчике уже должен быть более аккуратный, чем первый слой. Потому что дальше мы уже следующие слои класть не будем на этой работе. То есть этот слой уже верхний. Поэтому важно, чтобы он был аккуратненький. Иногда ниточку вы можете брать более тонкую, делать больше слоев. Тогда, соответственно, максимальные требования будут к верхнему слою. Сейчас я буду переходить на обмотку вот этого пальчика. Для того, чтобы перейти, я могу не просто вот так ниточку пропустить, а, например, сделать вот таким образом. То есть обвести ее еще вокруг пальчиков, дополнительно закрепляя. Если мне неудобно, каркас у меня гнется. Совершенно спокойно я могу пальчики раздвинуть до того расстояния, чтобы мне было удобно работать. И обматываю следующий пальчик. Опять наношу клей. Немножко под камерой неудобно работать, поэтому прошу прощения, если выпадаю из кадра или где-то теряется резкость. И точно так же постараюсь делать помедленнее, чтобы фокус не пропадал. Обычно это у меня происходит быстрее. Давайте будем вместе еще раз смотреть. Вот на концах становится мотать сложнее. Для того, чтобы ниточка закреплялась быстрее и лучше, важно, чтобы вы крепко в левой руке держали деталь и натягивали правой рукой ниточку. То есть вот этот момент. Крепко держите детальку, иначе у вас натянуть нить не получится. Ну вот. Не хочет последний виточек. Значит, останавливаемся. Немножечко жду. Держу деталь крепко. Пальцы даже вот в таком чувствительном напряжении. И теперь в обратном направлении мотаю. Чем больше у вас будет натянута ниточка, тем легче вам будет сделать ровные виточки. Уложить их ровненько рядом друг с другом. Вплоть до того, что у вас происходит. У вас ниточка в сечении почти округлая. Даже если она там сплетена из большого количества волокон. Если вы ничего с ней не делаете, она у вас округлая. Когда вы ее натягиваете, вы ее как будто бы сплющиваете, укладывая на слой клея. И таким образом компенсируете какие-то неровности обмотки. Так, дошли до третьего пальчика. Здесь мы тоже можем какой-то такой перекрест сделать. перекрестить ниточку, обвести ее вокруг других пальцев. Наношу клей на последний пальчик. Закрываю, чтобы не высыхало. И обматываем последний пальчик. Здесь все то же самое. Доходим до кончика, насколько позволяет наша деталь. На кончике немножко фиксируемся. Даем возможность пряже прихватиться на клей. Здесь уже бесполезно дальше мотать. Четко знаю, что соскочит. Поэтому останавливаюсь и держу. Держу некоторое количество времени. То есть вот так вот. В режиме онлайн сейчас с вами придержала. Все, пробую дальше. Чуть-чуть. Вот, последний виточек хочет соскочить. Если видите, что соскакивает, можно повторить. Еще немножко подержать. Дать клею прихватиться получше. Сколько держать? Ну, несколько секунд. Ну, сколько-несколько? До 30, наверное, секунд. Это будет зависеть еще от того клея, с которым вы работаете. Первый виточек стараюсь положить не вот так, а чуть-чуть под наклоном. Тогда он закрепится лучше. И натягиваю. Вот, посмотрите, я положила сейчас ниточку без натяжения. Видите, сразу появляется рельеф. Как только я ее натягиваю, получается более ровные края у пальчика. То есть ниточка приплющивается, приклеивается к основе при натяжении. Получается пальчик более ровный. Доматываю опять до места, где соединяются пальчики. Перекрещиваю, фиксирую ниточку, обойдя вокруг другого, любого другого пальца. И теперь лапку переворачиваю. И смотрю. Очень часто после обмотки вот здесь остается где-то проволока, которая видна. Чтобы ее закрыть, мы просто проведем ниточку в хаотичном порядке. Вот таким вот образом. Закрывая перекрестие, закрывая место соединения пальчиков. Можем обводить, фиксировать вокруг пальцев. Здесь закрыли. Теперь смотрим, что у нас получилось сверху. Для того, чтобы было красиво и сверху, мы можем уже целенаправленно какие-то виточки добавить. Да, то есть ниточку ввести туда, куда нам больше нравится, чтобы красиво это все закрывалось. Вот так вот можно обводить вокруг ножки самой. Вот так вот между пальчиков направляем. Перехватываю, чтобы не поворачивать деталь. И сейчас вот этот участок, который я обмотала в один слой, я обмотаю вторым слоем, а если понадобится, третьим и четвертым. Поворачиваю лапку. Здесь у меня уже все абсолютно сухо. Добавляю клей. Вот сюда уже на виточки. Опять же, если вы делаете несколько слоев, либо если пряжа у вас довольно толстая, например, вы делаете крупную лапку, то для таких случаев вы можете прокладывать слой клея между каждым слоем виточков. На пальчиках я это делала только один раз. То есть нанесла на палец и два слоя витков. Кончик у пальца и назад кладу на тот же, на один слой. Он где-то просачивается между виточков. И для того, чтобы прихватить верхний слой, этого достаточно. Вот сейчас ниточка мне мешает. Я ее, пожалуй, обрежу. Сейчас. Вот так. Я доматываю до места, откуда я начинала и смотрю. Если соотношение, вот такая толщина лапки по отношению к пальчикам меня устраивает, на этом можно остановиться. Если не устраивает, то я продолжаю мотать. То есть еще один слой теперь по направлению к пальчикам кладу, чтобы лапочка у меня была потолще. Дошла до пальчиков. Максимально низко стараюсь проводить ниточку. Максимально близко к пальцам. Для закрепления пропускаю ее вот так вот вокруг между пальцев и опять иду по направлению вот сюда. здесь для фиксации добавляю маленькую капельку клея. Здесь уже не обязательно много клея положить. И так, чтобы ниточка на нее попадала, делаю пару веточков. Все это с натяжением. Некоторое время придерживаю, даю прихватиться клею. И затем просто обрежу лишнее. Как можно обрезать? Можно обрезать этот хвостик под ноль совсем коротко и верхнюю часть лапки вклеивать в тело персонажа. Иногда я оставляю хвостик более длинным. Такой длины, ну, примерно 15-20 сантиметров, чтобы его можно было вставить в иглу. И вклеиваю лапку. Хвостик не обрезаю. Вклеиваю лапку сначала, а затем вставляю вот этот хвостик в иголочку и тоже увожу его вверх в тело птички. Тоже такой аккуратный вариант получается. Так, ну, здесь мне уже достаточно. Я его обрезаю. В данном случае не длинным делаю. Подрежу потом. Лапка почти готова. То есть теперь для вклейки я померяю еще раз ее по размеру. Обрежу лишние концы проволоки, ниточки лишние, если они есть. И у меня остался вопрос с пальчиками. Вот, например, если проволока видна, и я не хочу, чтобы она была видна, как я буду ее закрывать. Сейчас я возьму иголочку и покажу. Выбираю иголочку. Причем, ну, вот, например, у меня есть две иглы, более-менее подходящие по размеру ушка к этой ниточке. И я буду стараться взять ту, которая меньше по размеру, которая уже тоньше, потому что эту иголочку нам надо будет провести между витков нашей обмотки. Попробую вдеть вот сюда. Вот, какие пальцы красивые. Получилось у меня вдеть. Узелочек мы не завязываем. И теперь будем закрывать кончик. Для начала убедитесь, что виточки уже хорошо прихватили, что все у вас хорошо подсохло. Я ввожу иголочку где-нибудь вот здесь. То есть чуть пониже кончика пальца. Вытягиваю. Если нужно, помогаю себе. Если иголочка идет тяжело, то можно взять плоскогубцы и помочь себе плоскогубцем ее вытянуть. Вытягиваю. Хвостик оставляю. И теперь я могу иголочкой поработать, закрыть. Вот как мне уже больше нравится. Могу закрывать только вот этот вот кончик проволоки, торчащий. Могу заходить чуть поглубже. То есть при помощи иголочки я сделаю несколько витков, которые мне закроют кончик лапки. Даже клей не обязательно использовать. Если хотите, можете добавить клей. Я не буду. Вот так. Буквально вот третьим стежком я закрою полностью. Вот так вот выглядит наш пальчик. Доработанный. Здесь еще один стежочек. Можно в принципе положить. Для пущей красоты. Натягиваем. И теперь при помощи иглы тоже туда вот аккуратно между виточков иголочку уводим. Она довольно легко проходит между проволокой и витками. Даже несмотря на то, что там уже есть клей. Я ее пытаюсь ввести подальше. Но это не обязательно. Можно буквально вот спрятать под верхними витками иголочку. Здесь все очень плотно обмотано. Ниточка никуда не денется. Поэтому хвостики нити вот здесь можно подрезать просто максимально под ноль. И дополнительно никак не закреплять. Максимально близко я подрезаю. Могу немножечко размять вот эти витки, чтобы они уже полностью-полностью закрыли возможные торчащие хвостики. И вот такой получается пальчик. Что здесь еще можно сделать для вот этой лапки? Поскольку у меня дома всегда есть большое количество материалов для работы со всем, чем угодно, я частенько люблю после вот того, как я лапку полностью закончу, то есть все моменты у меня уже будут закончены, и либо перед вклейкой в тело, либо после, это уже не имеет значения, прохожусь еще, пропитываю вот всю эту мою обмотку при помощи кисточки, пропитываю раствором акрилового лака с водой. Это дополнительно как бы дает некоторую склейку вот этим всем виточкам, дополнительно добавляет надежности нашей обмотки. И потом при игре, например, с вашей пташечкой, если кто-то захочет пальчики сдвинуть, раздвинуть, загнуть, разогнуть, то есть это дополнительная фиксация. Но запомните, самое важное, чтобы ваши пальчики были надежно обмотаны, чтобы они никуда, виточки не соскакивали в процессе игры или какого-то движения пальцев. Это очень неприятно, сложно поправить, поэтому лучше обязательно подстраховаться и либо закрыть кончик пальца, так как показала я. Это хорошая фиксация для вот этих виточков, они уже никуда не денутся. Либо обмотать кончик предварительно, тогда у нас, доходя до кончика, вот эти витки лягут, но уже обмотанный кончик пальца хорошо приклеится пряжа к пряже. Либо используйте вот такой клей на кончиках для фиксации, для того, чтобы виточки никуда не делись. Все. Здесь на этой лапке осталось повторить процедуру закрыть вот эти вот кончики пальцев. Здесь, ну и здесь закроем немножко. И лапочка готова. Можно вклеивать ее в тело птички. Надеюсь, было вам полезно. И я сняла какие-то страхи ваши перед обмоткой, потому что точно знаю, многие мотать не хотят, не любят, не умеют. Еще раз давайте, чуть-чуть резюмируя, очень важно, чтобы вы крепко держали деталь, которую обматываете. Начиная обмотку, хвостик нити, зажимаем, держим в пальцах, чтобы создать натяжение. И дальше держим крепко левой рукой деталь и обязательно обеспечиваем хорошее натяжение при намотке. Тогда у вас все получится. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok